Да, вы угадали, это продолжение, пока не теле, связанной с самодельной песчано-полимерной брусчаткой. В предыдущем видео я экспериментировал с сыпучими материалами, песок, земля, зола, щебень. В этом видео я хочу попробовать связующий материал, такой как полистирол, например. Из него сделан корпус от телевизора и полипропилен, из него обычно делают большие пластиковые изделия. Что из всего этого получится? А давайте посмотрим. Я специально приехал в Медведевский район Республики Мэриэл, чтобы отдохнуть от всяких самоделок. Но весь этот мусорный пластик не дает мне покоя. Вот и сейчас мне попался старый корпус от телевизора Горизонт. Кто помнит такой? Кстати, а из этого корпуса получилась бы неплохая будка для собачки. Обычно такие корпусные изделия сделаны из АБС пластика, ну или хипс на край. Здесь же я удивился, что корпус сделаны из полистирола. Очень интересно, насколько этот материал послужит связующим звеном в изготовлении песчано-полимерной плитки. Сегодня я хочу связать песок вот этими мусорными пластиками. Конторы конечно же не предназначены для песчано-полимерной плитки и поможет мне в этом. Вот эта замечательная колотушка. Кувалда оказалась отличным инструментом для дробления данного мусорного пластика. Я не знаю, чем еще можно раскрошить этот корпус, да плюс еще ко всему я в гостях, на меня тут и так уже посматривают, как на ебутово. Ну да ладно, в прошлом видео я выяснил, на килограмм песка нужно около 300 грамм связующего материала, ну то был полиэтилен, а это совершенно другой пластик. В начале, когда я пытался выяснить пропорции с полиэтиленом, первая формовка, у меня вообще не получилось, и я вывалил материал прямо на землю, а вот что получилось, да походит на лепеху кое-кого, но еще больше походит на неубиваемый асфальт. Мне кажется даже это лучше чем асфальт, и почему не закатывать вторичный полимер в асфальт? Ну да ладно, сейчас мне надо сделать форму, в прошлом видео я ее изрядно ушатал. В прошлом видео я вам накидывал макет, как бы я хотел сделать матрицу из 9 ячеек, но хочу повториться, что материала, времени на изготовление прочной железной пресс-формы, к большому сожалению у меня нет, так что продублирую вот эту времянку, да и с рулеткой особо упражняться-то незачем. Есть же уже полученные образцы, вот по ним и размечу будущую плитку. Форма какая-никакая вроде готова, остались дрова и на прожарку. Эту цепную мини пилу конечно же я не привез с собой, огромное спасибо Виталию за предоставленный инструмент. Старые рамы от окон как раз подойдут для получения тепловой энергии, это же тоже уже никому не нужный мусор. На матрицу 100 на 200 миллиметров, у меня предусмотрен килограмм песка, ну и соответственно на плитку докладку в два раза меньше. Путем проб и неудач я выяснил, что для начала нужно разогреть песок и потом уже засыпать связующий материал, иначе пластик будет подгорать. Песок разогрелся и почернел, наверное уже можно засыпать. Отмеренные 300 грамм полистирола начали плавиться уже через пару минут, предварительно размякнув. Руки приходилось мыть каждые 5 минут и все равно где-то пачкался. Открытый огонь и продукт неполного сгорания топлива под названием сажа. Дают о себе знать, так что временно придется побыть. Вентилятор я установил, чтобы не вдыхать ядовитые газы и он отлично справляется с этой задачей. Смесь получилась отличной, но моя тормознутость, то попить мне надо сходить, то на телефонный звонок ответить, приводила к застыванию материала. Эх, жаль, что катка у меня нет, но есть кое-кто другой. К сожалению, второй кубик не смог запрессовать, смесь замерзла. Катерина с легкостью справилась с данной задачей. Дал 5 минут, чтобы остыть, хотя надо было больше времени. Но не терпится мне посмотреть, что получилось. Перед прессованием формы, конечно же надо чем-то смазывать, чтобы вместе с плиткой не отстаивался верхний слой дерева. Весы показывают, ну близкий к расчетному вес. Плитку-докладку я не смог пропрессовать, хотя она же ляжет убитостью к земле. Думаю, что в реальности такое сцепление с грунтом было бы намного лучше. Горячий полистирол, отлично склеил песок. В общем-то я удовлетворен. Ну давайте теперь попробуем другой тип пластика. Мальчик, а пойди-ка сюда. Ух, какая хорошая у тебя машинка. Давай я тебе мороженку дам, а ты мне машинку. В общем я с большим трудом нашел маркировку. И это оказался полипропилент. Так просто этот пластик не сломать. Пришлось прибегнуть к рубящему орудию. Ух и намахался я им в молодости, потому что жил в частном секторе. В этом видео, как и в прошлом, я не пытаюсь вам показать производство песчано-полимерной брусчатки. Для этого нужны конечно же какие-либо станки. Хотя бы даже минимальные, которые я рисовал в прошлом видео. Здесь я пытаюсь выяснить, а какие материалы вообще можно использовать в качестве связующей цепочки. У тебя есть идеи? Обязательно обозначь их буквами под видео. Заодно и обсудим все вместе. Пока зелье варится, пойду позавтракаю крыжовник. Песок нагрелся и пора засыпать мелко рубленый полипропилен. Эх, через дробилочку бы его пропустить. Материал отлично плавится и через минуту он уже почти сцепился с песком. Так что буду засыпать в форму. Смесь получилась почему-то очень жидкой. Хотя я материала добавлял столько же, 350 грамм. В этом случае мне кажется, что связующего материала очень много. И по времени почему-то эта масса даже не планирует твердеть. Вообще для тебя в этом видео наверное мало что понятно. Это наверное потому что ты первую часть не смотрел. Оставлю ссылочку сверху на всякий случай. Ну и если хочешь чтобы я дальше развивал эту тему, покажи это своей подпиской и проставлением колокольчиков, чтобы оповещение приходило. В общем в этот раз моя прессовка потерпела неудачу. Когда я укладывал материал в форму, мне показалось что вся эта масса кипела изнутри. Тем самым поднимая весь состав. Думаю что все таки в этой прессовке было и много связующего материала. И мне кажется что и перегрел, передержал массу. Сама плитка брусчатка получилась наикрепчайшая. Просто так ты ее не сломаешь. Но к сожалению товарный вид у такого изделия оставляет желать лучшего. Да и хрен с ней. Для этого я и провожу испытания чтобы выяснить, что куда сколько сыпать и кому нужные подгонщики делать. Например моя любимая тёша. Изготовление из мусорного пластика вот этой вот брусчатки оказалось не так сложно. Так что дерзай если хочешь. Собирай плавиню. Какой никакой пресс. Я думаю тебе обойдется это не очень дорого. По многочисленным просьбам я хочу сделать песчано-полимерную брусчатку вот из этих пэт бутылочек. Да и вообще смешать все виды пластика и тоже попробовать сплавить. Как думаешь получится? Большущее спасибо вот этим ребятам, которые перечисляют мне денежки на самоделки. Спасибо огромное ребята. А если и ты хочешь немножко помочь, ссылочка под видео. Ну я с вами не прощаюсь. Подписывайся, не болей и храни тебя Господь. До встречи дружище. В будущем видео я вообще буду беспределить и смешаю просто все пластики, которые только мне попадутся в местах бытовых отходов. Что из всего этого получится, увидишь очень-очень скоро. Мы сегодня дома, завтра тоже дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова